Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Макс Кэпитал, на котором мы развиваем мышление инвестора, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Мы начнем, наверное, с самого основного, с самого большого запроса, который существует, с которым я, наверное, уже на протяжении трех лет сталкиваюсь, эта история. Вот у вас там где-то хорошо, а у нас вот здесь плохо, да, и что бы я ни делал, о чем бы я ни думал, что бы я ни говорил, как бы я ни двигался, ни развивался, у меня есть предел по росту моей заработной платы, и она больше не может быть, и поэтому мне нужно место работы или еще что-то. Давайте об этом поговорим. Ролик звучит так, почему вы всегда остаетесь бедными, да, в данном случае бедные это не какой-то упрек с моей стороны, а бедные это ситуация несуществования, когда моих доходов или ваших доходов недостаточно для того, чтобы жить достойно, для того, чтобы обеспечивать все потребности, которые, в принципе, имеются у человека. Мало денег, мало. Почему бывает мало денег? Итак, давайте я вам покажу вот такую вот интересную историю. Это называется, давайте назовем так, шкала обладания. Что значит шкала обладания? Это значит, что, и причем это касается абсолютно всего, то есть это касается отношений, это касается работы, это касается заработной платы, то есть, чтобы чем-то владеть, к процессу владения, вы идете определенное, там, то есть, поднимаетесь по некоторым ступенькам, да, то есть, непосредственно идет поднятие вверх. Если вы находитесь на верхнем уровне и достигли этого верхнего уровня, да, то есть, первый, самый верхний уровень, это уровень создавать. Что значит создавать? Если вы можете создавать глиняные горшки или фарфоровые горшки, тонкий, высококачественный, дорогой фарфор, одна ваза стоит, там, очень много денег. Ладно, не ваза, у меня была одна знакомая, она сделала великолепную куклу, то есть, просто кукла из фарфора стоит, там, несколько миллионов долларов, да, то есть, в Дубае. И получается, человек, который покупает эту куклу, она для него цена, он не может ее создавать. И если она разобьется, он ее потеряет или ее украдут, да, то он будет по этому поводу переживать, потому что он не может ее создать. При этом сам творец этой куклы, да, он будет очень легко относиться, господи, ты подумаешь, я создам еще одну, еще одну, еще одну и непосредственно продам. И поэтому, когда мы находимся на уровне создавать, это касается денег, в том числе заработной платы, то все остальное внизу, да, то есть, делать вклад, конфронтировать, иметь, растрачивать, заменять, оно имеется априорием. Давайте еще раз объясню, да, если мы можем, давайте к деньгам перейдем непосредственно. У вас заработная плата 20 тысяч рублей или 40 тысяч рублей, вы находитесь в регионе, да, то есть, вы находитесь где-то вот на вот этом вот уровне, на низком значении, да, вы знаете, как создать 20 тысяч рублей. Соответственно, все, что ниже этого уровня находится, вы понимаете, за счет какого вклада, какой вклад вы вносите для того, чтобы заработать 20 тысяч рублей. Вы к доходу в 20 тысяч рублей, что такое конфронтировать? Конфронтировать, это, знаете, это некое такое ровное дыхание. Ровное дыхание на уровне того, что вы знаете, как сделать 20 тысяч рублей, они не составляют для вас какой-то избыточный потенциал, вы не тревожитесь по поводу того, что, не знаю, например, купить там еду какого-нибудь, зайти в магазин и оставить в магазине там, я не знаю, в продуктовом 1000 рублей или 2000 рублей. То есть, для вас это нормально 2000 рублей оставить. Но если мы говорим, что вам нужно зайти в какой-то премиальный магазин и примерно тот же самый набор продуктов, но премиальных, например, вы за него отдадите уже не 2000 рублей, а 4000 рублей, Вы уже не конфронтируете, для вас это ненормально, для вас эта история связана с тем, что перебор, камон, да, то есть я то же самое молоко в пятерочке покупаю за 80 рублей литр, почему я должен в реальном магазине за то же самое молоко платить более высокие деньги, да, то есть у вас получается некий идет отсутствие конфронтирования, то есть вы к этому относитесь уже неспокойно и у вас как-то немножко начинает трясет. Почему? Потому что вопрос иметь, когда мы говорим иметь деньги, то есть почему вы будете бедными всегда, да, потому что для того, чтобы находиться на уровне иметь, нужно сначала спокойно относиться на уровне растрачивать и это очень большая история, которая может являться вкладом, хотя вы может быть слышали про то, что надо экономить, надо направлять больше денег на инвестиции, нужно ввести какие-то разумные траты и поэтому лишние деньги тратить не надо. Но в моей собственной практике и в практике моих клиентов, партнеров было очень много историй, которые говорят о том, и может быть вы тоже про это слышали, что нужно тратить где-то в 1,3, в 1,5 раза больше, чем вы считаете нормальным. То есть если опять-таки зарплата, к примеру я вам говорю, 50 тысяч рублей и вы спокойно можете купить кофе там за 300-400 рублей, чашку кофе, то когда вы приходите, не знаю, в отель Арарат, парк Хаят и чашка кофе стоит полторы тысячи рублей, то вы соответственно не можете это потратить. Ну ладно, хорошо, полторы тысячи рублей, то есть хороший какой-то премиальный ресторан, где кофе может стоить там 700 рублей, да, то есть в полтора раза дороже. То есть для вас это некомфортно и вы туда не идете, да, то есть это некое сумасшествие. И в какой-то степени я благодарен компании Тройка Диалог, да, что были определенные в плане иметь, нам показывали, что мы можем иметь, да, то есть сотрудников селили там в премиальные гостиницы, делали дорогие подарки сотрудникам по стажу работы, по достижению каких-то результатов, объявляли различные конкурсы, чтобы как раз-таки вот этот вот уровень растрачивать, вам было комфортно растрачивать эту сумму. Сейчас мы придем, да, потому что когда люди первый раз видят эту историю, и я про нее рассказываю, то люди говорят, что тоже нам теперь в кредит, я хочу себе айфон, денег у меня хватает на 13-й, да, было бы круто купить 15 про с одним терабайтом, что мне в кредит больше брать? Поговорим об этом в следующем видео, да, то есть какие цели бывают. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. Это тоже немаловажно, да, на что мы тратим, то есть на какой уровень трат и на какие цели нужно тратить для того, чтобы непосредственно росли доходы. Но очень важный момент, когда мы опять-таки говорим про шкалу обладания, вы не сможете иметь больше, если вы не сможете растрачивать больше. Давайте дальше мы идти не будем, дальше вот этого уровня сюда вот вниз. Мы ограничимся сегодня в видео вот этим уровнем, то есть давайте поговорим по уровням дохода, как это непосредственно работает, да. Кто хочет иметь доход, напишите в комментарии, кто хочет иметь доход 1 280 000 рублей в месяц. Напишите, пожалуйста, в комментарии, сейчас мы сделаем определенное упражнение, чтобы вы понимали, на каком уровне находится затык. Если мы хотим иметь доход больше миллиона рублей в месяц, это получается мы уже будем попадать под 15% НДФЛ, да, то есть 280 000 давайте спишем на налоги. Миллион чистыми в месяц получать. Где возникает, на каком уровне возникает затык? Возвращаемся в шкалу обладания. И сейчас сделайте для себя хорошее упражнение перед Новым годом. То есть мы хотим иметь находиться вот здесь, но вот здесь мы не можем находиться, пока мы не находимся вот здесь. И сейчас вы должны после того, как услышите упражнение, поставить на паузу данное видео и написать за 2 минуты, куда вы растрачиваете сумму в 1 300 000 рублей, которые приходят вам ежемесячно. Важная оговорка, на инвестиции направлять нельзя, да, потому что люди говорят, все на инвестиции отправлю, биткоин куплю на все, да, проект Максима миллион за 8 буду туда вкладывать по миллиону рублей, да, сам буду жить на 280 000. Нет, на инвестиции направлять нельзя. Покупать квартиру в ипотеку нельзя. То есть вопрос растрачивать. Потратьте сами 1 300 000 рублей на себя, куда вы их будете тратить. И с чем вы в этом случае столкнетесь? Ну поставьте на паузу и сделайте таймер, что вы за 2 минуты, куда вы распишите прям ежемесячные траты, куда вы тратите 1 300 000. Пауза и упражнения. Я тоже попрошу сейчас, чтобы у нас был такой дистанционный мастер-класс, абсолютно бесплатный, да, напишите в комментариях просто, получилось потратить или не получилось. На каком уровне возник затык? Затык возникает на уровне того, что человек не знает, куда он потратит такую сумму денег. И он начинает подсознательно избегать этого. И когда люди говорят, особенно молодые, амбициозные люди, спрашиваешь, сколько тебе нужно денег, какой тебе нужен уровень пассивного дохода, какой уровень твоей финансовой свободы, то у них возникает затык. Как раз таки затык у них не возникает. Они говорят, хочу миллион, хочу 5 миллионов, хочу миллиард. При этом у него зарплата там 30, 40, ну 100 тысяч рублей может быть. И мозг сам по себе не готов. То есть он вроде бы хочет эти деньги, но куда он потратить, он их не знает. И самое главное, это еще и страшит. Почему страшит? Потому что не может растрачивать эту вещь, не может терять. И для него эти деньги чрезмерно важны. Люди, которые теряют деньги даже на инвестициях, они теряют, как правило, да. Кто боится потерять, выбирает консервативные инструменты. Инструменты денежного рынка, депозиты. И это получается так, как долгосрочная доходность этих инвестиций не покрывает инфляцию, они ее теряют. И они боятся потерять. Они боятся растратить эту вещь. И так как этого, соответственно, нет, они не могут иметь. А если они не могут иметь, они не могут к ним относиться спокойно, конфронтировать. Они могут относиться спокойно, конфронтировать, они не могут делать вклад. И, соответственно, они не могут создавать. И поэтому нужно проходить вот этот путь снизу вверх, да. И здесь просто ставьте для себя цель. Например, у вас сейчас есть определенный уровень дохода. 15 тысяч рублей 30 тысяч рублей 50 у каждого свой не надо сразу хотеть очень много но при этом цель должна быть достаточно амбициозной связаны с тем что например увеличить доход в два раза что вы тогда должны изменить вы должны изменить то что вы должны и жить на этот уровень дохода я вам больше скажу люди которые выходили выходят на определенный уровень дохода не знаю как у меня это например было да я то есть в тройке диалог когда был директором филиала у меня заработная баллата была где-то в районе 250 350 тысяч рублей после этого меня перевели сбербанк с сохранением заработной платы после чего я уволился из сбербанка но так как я знал каким образом создавать эти деньги этот уровень доходов с 2012 году то соответственно у меня не возникло больших трудов даже уйдя с наемной работы даже потеряв основную часть своего капитала восстановить этот доход активный доход восстановить в течение года почему потому что по шкале обладания я понимал каким образом я могу это создавать и вот это вот все было автоматически каким образом я выходил на более высокий уровень в своим активном доходе опять-таки поднимаясь вот сюда по этой лестнице вопрос растрачивать идти туда где не комфортно у логиков да у людей которых хорошо развито логическое мышление это все понты это наносное это не нужно речь не про понты речь про то что нужно идти в расходах гораздо на более высокий уровень потому что тогда это даст энергию для того чтобы достичь более высокого уровня активного дохода вы придете непосредственно к создавать что ж друзья мы поговорили о шкале обладания более подробно и широко это отдельный урок в школе развития максима петрова где мы проходимся непосредственно по всей шкале где как раз таки проводится большое количество практик связанных с тем чтобы выйти на вот этот более высокий уровень обладания информацию о школе развития можно получить по ссылочке ниже проходите смотрите возможно вам будет интересно стать учеником в этой школе развития для того чтобы более круто и качественно в 2024 году проработать эту тематику ну а в следующем видео давайте поговорим о том какие бывают уровни целей к чему они приводят как мы их непосредственно ставим и как я лично ставлю свои собственные цели для того чтобы в следующие 12 месяцев достичь как можно большего количества целей что мне в этом помогает друзья еще бывает так что это называется кто-то это называет такое понятие как уровень нормы то есть повышать уровень своей нормы и тогда все у вас придет все будет достаточно хорошо люди начинают повышать уровень нормы начинают залазить в кредитные карточки начинают брать потребительские кредиты ну то есть они реально начинают тратить и в итоге они оказываются в состоянии что где-то они услышали про историю что нужно поднимать свой уровень нормы то есть растрачивать больше надо а в итоге оказывается в кредитный кабале потребительский кредит кредитная карта и все что с этим связано и просто осознают что блин нафиг я послушал этого чувака который мне тут втирал что у тебя будет больше денег если ты будешь больше тратить лучше бы я его не слушал потому что что мы теперь со всем этим хозяйством делать вот об этом как раз таки поговорим в следующем видео да то есть на что нужно тратить да то есть вот это вот растрачивание в какой плоскости непосредственно должно находиться да то есть на какие бывают цели я это называю да то есть я называю высокоранговые цели низкоранговые цели с тем чтобы соответственно понимать на что мы растрачиваем жизнь да то есть мы тоже растрачиваем и растрачиваем жизнь почему растрачиваем жизнь потому что деньги нам приходят за вен времени который мы как правило продаем если работаем по найму и растрачиваем жизнь то есть мы продаем свое время получаем деньги потом пришел максим тут по наобещал на новый год что вот тратьте больше и соответственно вас будет денег еще больше взяли потратили а денег больше не стало У меня увеличилась кредитная нагрузка, стоимость кредитования за этот год выросла, потому что ЦБ повысил процентную ставку и теперь не нужно выплачивать долги. Встречаемся в следующем видео буквально через пару дней.